Привет! Привет, ребята! Сейчас YouTube запустится и начнем. Привет! Как у вас там погода? У нас льет второй день ливни. Плохо слышно? Так, а сейчас лучше слышно? Это дождь и ветер. Да. Меня сейчас хорошо слышно? Так, что-то у меня не запускается YouTube. Добрый. Да, хорошо. Все отлично. Сейчас еще раз попробую. Это я просто сама с собой разговариваю. Смотрю, почему у меня не запускается на YouTube эфир. Что-то там долго. Все. Запущено. Классно. Да, ребят, я сегодня опять лохматая. Пыталась что-то куда-то приплюснуть, но у меня не получается. Они еще слишком короткие, поэтому вот так вот. Я как из мультика. Да, у нас сегодня с вами тема «Радость глупости». И она, конечно же, не просто так возникла, и по моим наблюдениям, вот то, что сейчас происходит, да, у нас настолько общество сейчас не нацелено на себя, а именно про что-то, про кого-то, все время про что-то иное. Дальше. Даже сегодня я наблюдала такую картину, вот, у меня, вы, наверное, все знаете, да, что сейчас идет марафон у меня сорокадневный, вот. Сначала были три дня бесплатного марафона, чтобы ребята почувствовали, что я веду, как я веду, вот. Потом мы пошли дальше, продолжение было до 21-го дня, это там мы, где разбирали физику больше, что такое, что такое неедение, для чего оно нужно, как действуют на нас те или иные травки, вот. А потом мы перешли на сорокадневные уже, сейчас марафон у нас идет, и там мы уже больше о душе. Вот. И вчера, нет, дня, наверное, три назад у меня заболела вот эта вот страна, то есть я опять пошла в исследовательские все вот эти вот дела, которые я люблю, исследование своего тела, что у нас, за что отвечает, что связано, да. И мы, я не знаю, знаете вы или нет, у нас вот здесь вот, вот вы любите вот так вот разминать, наверное, все, да, вот сразу же затекают, бывают плечики, после тяжелого дня особенно, когда понервничаете. Здесь у нас скапливается почечная кровь, я ее так называю. Опять же, ребят, повторюсь, я не медик, я буду говорить просто своими словами то, что я знаю, то, что я чувствую по себе. Если вы с этим не согласны, то очень хорошо это ваше мнение, как бы я ни в коем случае не навязываю. Вот. И здесь у нас скапливается как раз вот эта вот почечная кровь. Почечная кровь, я ее называю, почему? Потому что почки, они работают, и здесь вот это, когда у нас залежни, она как будто застревает. И когда она застревает, у нас плохо поднимается она, и получается у нас, как бы она не омывает десны, зубы, и плохие, то есть начинают выпадать зубы, болеют зубы, там кариесы появляются, ну, всякая-всякая ерунда. И я их начала достаточно сильно разминать, так бы я сказала, наверное, да? Вот. Ребятам как раз я показывала эти упражнения, вот. И через какое-то время у меня заболел зуб, как мне показалось, зуб, как мне кажется, зуб. И так как я, ну, заболел не так, как люди описывают, да, что там на стены лезут, а именно вот как ноющая боль такая. Я думала, блин, ну что такое? И позвонила подруге, она мне дала контакт, телефон специалиста в Сочи, ну, стоматолога. И они не смогли меня записать на этот же день, они говорят, приходите завтра, вот. А я понимаю, что боль такая ноющая, я думаю, блин, я в этом городе новичок, если, мало ли, разболиться так, как описывают, думаю, куда я пойду с этой зубной болью, ну, как бы нереально. Я записалась в другую клинику, записалась в другую клинику, приехала, записалась как с острой болью, приехала, он начал все смотреть, проверять, он говорит, я вообще ничего не вижу, говорит, нет, ни кариеса, ничего, давай сделаем снимок. Я говорю, ну, давайте. Вот, сделали снимок, единственное, что обнаружили, это восьмерка, это зуб мудрости. Я не знаю, у кого-то, может быть, они ровно растут, но у меня они кривые. Зубы мудрости, в принципе, как и, наверное, все зуб. Вот, и зуб мудрости, он у меня растет как бы вот так вот, и восьмерка он называется, а семерка вот так, и получается, что он давит на семерку. Вот, и вот это вот мы предположили, что вот это вот такое вот тянущая, тянущая боль, это, скорее всего, вот из-за того, что зуб на него как бы надавливает. Ну, естественно, он мне предложил его удалить, естественно, я отказалась, но еще, говорит, давай еще вот такой вот сделаем, просто посмотрим, может быть, что-то не видно. Вот, ну, в общем, это я к чему? Это я к тому, что, когда мы исследуем, ребят, свое тело, мы видим там такие вещи, о которых мы даже не задумывались. То есть, представляете, насколько важно, насколько важно знать свое тело, насколько важно знать вот эти вот какие-то моменты и нюансы, чтобы прочувствовать, что происходит с вами. Конечно, я сейчас понимаю, что это, скорее всего, это боль, ну, как бы сейчас у меня ее нет. Нет этой тянущей боли, то есть, видимо, видимо, он там руками что-то расшевелил или что, я не знаю, вот. И вот она, пока она прошла, что будет дальше, я не знаю. Вот, единственное, он предложил, говорит, давай почистим, потому что там, говорит, такой, говорит, кармашек, в этом кармашке может образовываться, откладываться еда. Но почистил, говорит, очень удивительно, говорит, видимо, хорошо ты чистишь зубы, все прочищено. Еще раз, это я не к тому, что на какой-то гигиене или еще что-то, хотя она, конечно же, обязательно, это я к тому, что когда мы знаем, чувствуем свое тело, насколько оно раскрывается. Вот, и как раз на ретрите мы будем говорить о таких вещах, что такое икры, что такое бедра, что такое селезенка, печень, откуда у нас вот эти суставные боли, артриты, вот эти вот артриты, они же молодеют, они же настолько молодые становятся эти артриты, что если раньше они были, наверное, у людей где-то после 60, то сейчас спокойно можно обнаружить человека с ретритом, если это не профессиональный спортсмен, то уже лет в 30, и это ненормально. И как раз артрит, он у нас идет откуда, как бы вы знали, от слюны. А слюна у нас, она начинает формироваться в том числе и с печени. И когда мы вот этих вот мелочей, ну, мелочей так, в кавычках, не знаем, конечно же, мы даже не можем предположить вообще, что у нас происходит в организме. Я, конечно же, стараюсь это по максимуму открыть, потому что открыть не… когда вы начинаете чувствовать, управлять и слышать свое тело, вы начинаете чувствовать и управлять своим чувствованием, переходить на другой уровень самого себя, другие плотности, так скажем, да? Вот, но это все у нас были такие… это я вам прелюдию такого сказала. Вот, так что приезжайте на ретрит. На ретрите, кстати, еще хочу добавить, что на ретрите у меня будет еще два приглашенных мастера. Не знаю, ребят, получится ли вам там спать или нет, возможно, весь ретрит будет с депривацией, потому что там будет приглашенный мастер игропрактик, очень сильная девочка, вот, которая сама создатель нескольких игр, вот, и если вы, например, есть такое, что вот кто-то что-то говорит, идет отрицание, да нет, я это знаю, да нет, я это проработал, то здесь вы уже не открутитесь, вы здесь сами будете себе показывать ту дорогу, почему вы сюда пришли, зачем вам это надо. Вот, это первый момент. И второй момент, конечно же, у меня будет, как бы его правильно обозвать-то, чего у него только нет. Он и мануальный терапевт, он и по телу, он и энергопрактик, он и иглотерапевт. Ну, в общем, все-все-все, почему он будет на ретрите, потому что очень часто бывают такие ситуации, что когда идет сопротивление какой-то информации, вот например, там мне девочка говорит, вот у меня вот то-то-то происходит в жизни, и ты говоришь, у тебя это происходит, потому что вот так вот, было в таком-то поколении, было вот это, давай вытаскивать, давай проверять. И идет физическое отторжение этой информации, потому что тело, мозг прекрасно понимает, что если эту информацию вы примете, вы будете другим человеком, а другим человеком мозгу неудобно управлять, он привык управлять, управлять вами, такими, какие вы есть. И чтобы не было этого сопротивления, то как раз Алексей проработает так, что хотите вы, не хотите, буквально 20 минут, и все ваше сопротивление, весь ваш панцирь, он просто в хлам разлетелся, и вы идете в следующего себя, то есть там уже без вариантов. Но это очень глубокие проработки будут, и будем уходить на уровень подсознания. Вы, наверное, слышали, что у нас многие говорят подсознание, и на этом все. Но никто не говорит, что у подсознания у нас несколько слоев. Если на первый слой подсознания еще вас легко пропускает, то на нижние слои подсознания зайти достаточно проблематично, если у тебя нет определенного проводника. И мы будем это все вскрывать. Поэтому, когда меня спрашивают, а для кого этот ретрит, а можно ли нам ехать? Ребят, можно ехать только в том случае, если вы готовы менять свою жизнь абсолютно полностью и кардинально. Только в этом случае. Если вы хотите побаловаться, не получится побаловаться. Вас просто разнесет. Поэтому ждем. Жду, конечно же, вас с огромным удовольствием. И все-таки приступим, наверное, к теме радость глупости. Радость глупости. Почему возникла такая тема? Я тут недавно очень ярко наблюдала такую картину. Они, в принципе, вы, наверное, их видите, эти картины, на каждом шагу. Вот идете, и они постоянно у вас мелькают одно и то же. Но мы к ним так привыкли, что особо не обращаем внимания. Но тут настолько это уже явно становится нашим социумом, в нашем обществе. Почему радость глупости? Потому что когда вот очень много людей говорят, я не люблю глупых людей, да, мне нравится общаться с умными, мне нравится там делать то-то и то-то. И когда ты начинаешь смотреть, а кто же есть в твоем окружении, кто есть в твоем ближайшем круге твоих знакомых, не обязательно близких, знакомых, а вообще коллеги по работе, то есть какую ты работу выбираешь, каких ты там, я не знаю, парикмахеров выбираешь, какие магазины выбираешь. Это же все твой круг, да. И вот этот круг, когда ты начинаешь смотреть, там очень много глупых людей. Как раз тех людей, которых глупых, это у каждого есть критериальность глупости, да, вот. И каждый туда может впихнуть то, что он считает глупым, глупцом этого человека. Вот. И каждый себе набирает в свое окружение минимум 70% этих глупцов. И это происходит неосознанно. Вы не всегда понимаете, что вы это делаете специально, вы думаете, ну вот так вот получилось. Нет, ребят, не так получилось. Потому что только на фоне глупости мы можем интерпретировать свою значимость. Мы очень часто начинаем себя интерпретировать через хорошо и плохо. Нас так научили. У нас в детстве нам никогда не объясняли, что если ты вот сделаешь вот так вот, то ты будешь в результате себя потом чувствовать, чувствовать вот так вот, а, например, тот человек будет себя чувствовать вот так-то. Или вот это действие приведет тебя в результате к чувствованию вот этого вот. Нам эту цепочку никто не рассказывает. Нам просто говорят, это хорошо, а вот это плохо. Вот чайник трогать плохо, а там я не знаю, чай попить, хорошо. И у нас вот это вот настолько в нас оно въелось, что мы начинаем все остальное делить на два мира. И эти два мира, они касаются абсолютно всего, в том числе и сна. Почему мы все время пытаемся депривировать сон? Депривировать сон мы пытаемся не потому, что мы хотим выйти в другую реальность, и потому что мы не знаем, что у нас нет сна. Сон у нас есть только в том случае, когда мы себя продолжаем интерпретировать через физическое тело. Но во сне же, когда вам снятся сны, кому снится сон? Вам снится сон. Вы же никуда не делись, просто у вас нет интерпретации со своим телом, вы себя не оцениваете через свое физическое тело, а вы оцениваете себя через себя. Но когда вы выпадаете в следующую плотность, в реальность, которую мы называем реальность, у вас сразу же идет те понимания, что знакомые шторы, знакомые ощущения. Вас кто-то позвал по имени, знакомые слова, знакомые интонации, знакомые имя. И вы себя здесь, раз, сразу же, и ассоциация, что я есть. То есть я это тело, я это пространство, все здесь я, я здесь есть. И когда прошла эта ассоциация, тогда вы сразу же моментально отмели, что то, что было с вами какое-то время назад, это был сон. Но мы сейчас не о сон, я сейчас опять и не сон. А мы сейчас о том, что вот это вот всегда хорошо и плохо, всегда вот эти вот две грани, они нас всегда сопровождают всю нашу жизнь, пока мы не придем к себе. И вот эта вот глупость, она нам очень приятна. Когда мы видим глупого человека, мы только после этого можем себя внутри, где-то глубоко внутри похвалить, какой я молодец. А если вокруг тебя все умные, ну вот ты, например, пришел какой-нибудь в исследовательский институт, да, и тебе один говорит вот это, другой говорит вот это, у тебя, как вы себя будете чувствовать? Вам, конечно же, будет интересно, вы загоритесь даже, но все время будете стоять немножечко в сторонке, то есть вы все время себя будете чувствовать немножечко съеженными. То есть вы не можете предоставить им тот критерий информации, который бы их заинтересовал, потому что вы чуть-чуть их глупее. И поэтому у вас восприятие происходит как бы, ну, не очень так хорошо. Вы не можете общаться постоянно с людьми, которые выше вас. Вам все время нужна какая-то подпитка глупости, чтобы понять, что ты все-таки молодец. И это не говорит о том, что какой-то умный человек начнет вас принижать. То есть умный человек, который, ну, так назовем образно, да, который на какую-то, на частичку, там, на ступенечку выше вас, он никогда не скажет вам, какой вы глупец. Он всегда будет восхищаться вами, что у вас как минимум есть та ступенька, которую он уже прошел. И он будет вам, он будет вами истинно радоваться, что у вас есть такая возможность познать, познать что-то новое. И никогда вас не осудят. Вас всегда осуждают только те люди, которые стоят либо на ступеньке с вами, но осуждают только лишь потому, что им хочется прорваться быстрее на финишную прямую, оторваться от вас. И они так, как будто бы выстегивают из-под вас вот эту вот землю. Либо человек, который всегда ниже вас. И он пытается как бы вас за ноги вытянуть, чтобы по вам пробраться наверх. И когда вы находитесь в ситуации, когда вы чувствуете, что вокруг вас есть глупцы, по вашим критериям опять же, да, всегда задавайте себе вопрос, а почему в моем окружении есть те глупцы? Чем я себе так не удовлетворяю, что мне обязательно нужно в моем поле того, чтобы я на фоне его чувствовал себя хорошо. Потому как если есть человек, который чуть-чуть в каком-то критерии, в какой-то грани разбирается меньше, чем мы, у нас идет легкое возбуждение себя, что я молодец. А если мы себя поймаем, если мы будем уже знать что я есть, и мне не надо себя интерпретировать на хорошо и плохо, то каждого человека, который хочет чего-то познать, каждого человека, который стремится к чему-то, и мы начинаем это видеть, то нас будет это, это тогда будут уже другие чувства, то есть нас будет тогда, вот этот человек, которого мы видим, нас он будет возбуждать тем состоянием, что у него еще как минимум есть какие-то критерии, к чему он тянется, именно поэтому он с вами. И тогда мы будем радоваться уже не на фоне того, что я молодец, а мы будем радоваться на фоне того, что я могу, я в постоянной отдаче, я в постоянном состоянии, что я могу дать что-то другому человеку. И здесь, поверьте, ребят, здесь уже будет срабатывать другое, здесь уже будет срабатывать не эмоциональный фон, что я молодец на фоне его, а чувствование, чувствование себя, а оно глубинное, оно его уже ни с чем не сравнить. И здесь уже, когда вы в себе вырабатываете эти глубинные чувствования, то тогда вы сами становитесь, я бы сказала, даже не объемнее, а глубже и более таким плотным. И мы с ребятами уже говорили на марафоне, у нас был эфир, где как раз мы говорили об этой плотности, сейчас я не буду в нее углубляться, но когда мы говорим, многие говорят о том, что переход в свет тела, световое тело и следующие уровни себя, то как раз этот переход, он может состояться только лишь тогда, когда вы становитесь абсолютно плотным, и когда вы уже понимаете, что вы можете идти в следующую реальность, в следующую плотность без вашего физического тела, либо с вашим физическим телом, это уже не играет никакой роли, но это как раз собирается от того, насколько вы готовы отдавать, потому что только через первостепенную отдачу, только когда вы высвобождаетесь, вы можете получить новые знания, вы можете получить новую информацию, которую пропуская через себя становятся вашими знаниями. и вы опять их можете передать, ваши знания вы передаете следующему, для следующего любого другого они становятся информацией до тех пор, пока они не пропустили через себя, пропуская через себя, это становится их знаниями, через их восприятие этого мира. И вот так вот весь процесс и запускается. Мы получаем что-то другое не от человека, мы получаем его из пространства. Когда я вам что-то рассказываю, это вы получаете информацию не из меня, не от меня, вы получаете эту информацию от пространства через меня. То есть это не я такая молодец и умница, а просто у вас есть этот запрос, и этот запрос, который вы хотите в себе каким-то способом устаканить, так скажем, да, я вам его выдаю, просто он идет через меня. Так, ребят, здесь какие-то вопросы были, давайте я сейчас прочитаю. Если, о, сейчас я одну из своих функций осознал через тебя, ты триггернула. О, здорово, Абро. Так, мы всегда отворачиваемся от своих состояний. Ух уж эти правила жизни, всегда диктуют, как быть и чему быть, а то, что ты чувствуешь, ты считаешь ненормальным из-за этих правил, комедия. Да, очень часто такое бывает, действительно. Так, добрый вечер, добрый вечер. Сейчас посмотрю, есть ли вопросы. Привет, госпожа. Вижу, вы обсуждаете про споры с глупыми сущностями. Нет, нет, я не про споры обсуждаю. Немножечко не то. Вот, ребят, как раз про это я вам и хотела рассказать. А если есть вопросы, задавайте, я с огромным удовольствием отвечу. Вот, и еще могу сразу же сказать такое, сделать. Сейчас я, ну, пока у меня времени маловато, вот, сейчас, конечно, я нацелена очень на ретрит и уже, уже хочу, уже хочу увидеть ребят, но, если честно, я не запускала даже рекламу по ретриту. Вот, ну, рекламу мы вообще никогда не запускаем, я имею виду, даже роликов практически не записывала, а рекламу мы не запускаем. У нас нет на это средств, и мы без рекламы работаем. Я и у меня есть помощник. Вот. И после ретрита, естественно, будет марафон возможности меня, да. Вот, это для тех, кто не может приехать на ретрит по каким-либо причинам. Вот, этот марафон будет, чуть попозже озвучу дату, но это, скорее всего, будет, наверное, в середине, в середине марта. И потом, видеть тебе это счастье, Светик, с вами, Семицветик. Ой, здорово, приезжай, буду очень рада, приезжай на ретрит. Вот, и потом я хочу сделать такой следующий марафон. Это будет именно по телу. То есть, какой орган, за что отвечает по чувствованиям, по эмоциям, что он передает во внешнее. Что передает во внешнем, это, имеется в виду, вот у нас, например, там случилось с нами вот такое-то событие, мы его отматываем, и мы видим, что это, например, сработала селезенка. Вот, и будем прорабатывать. То есть, это будет во внешнем. И по этому органу будет приглашенный, опять же, мастер, скорее всего. И он будет говорить, какие дома легкие упражнения сделать, чтобы проработать тот или иной орган. Вот, ну и, конечно же, мы пригласим Ирину на этот марафон, которая тоже проведет ночь депривации с вами, возможно, не одну по игре. Вот, ретрит – это лучшее побыть в твоем поле. Спасибо, Ириша, я тебе уже прорекламировала, что ты будешь, скорее всего, у нас там не будет времени даже поспать на ретрите. Да, и, ребят, пять дней – это будет максимальных проработок. Вот, и хотела еще сказать, мне тут несколько человек уже написали, и вот начинают писать, что можно ли с вами встретиться, мы тоже приезжаем в Сочи, еще что-то. Ребят, я встречаюсь с огромным удовольствием на ретрите, если вы приедете, а так у меня нет возможности встретиться, то есть я по встречам, просто по встречам я не хожу. Поэтому приезжайте на ретрит, если уж вы приезжаете в Сочи, приезжайте на ретрит. С огромным удовольствием мы все с вами поработаем, то есть в ретритном поле работают все. Нет такого, что вот я, если я посижу в сторонке, или как мне задавали вопрос, а вот мне, например, там 70 лет, стоит ли мне туда ехать? Девочки, 70 лет, вы вообще о чем говорите? Ну это же, блин, это же всего 70 лет. Если ранее вообще детородный возраст начинался, детородный возраст начинался вообще только с 40 лет, а есть информация, что вообще с 70. Поэтому вообще о чем говорите? Вы убирайте свои вот эти вот рамки, свои границы. Да, ребят, если... А пространство откуда? Из пространства. Ребят, если нет вопросов, то я буду заканчивать, и сейчас у нас будет продолжение в марафоне. Будет лекция, что такое чувствование, а что такое эмоции. И почему этот комплекс чувствования эмоций скапливается у нас в передней поверхности бедра. Поэтому всех вас обнимаю. Всем огромное спасибо, что были со мной. Всем приезжайте на ретрит, буду очень рада. Кто не может, присоединяйтесь на какой-либо из марафонов. Всех вас обнимаю крепко-крепко. Спасибо огромное за вопросы, если кто писал. И спасибо, что смотрите. Благодарю.